что по-вашему был лучшим из наших зрителей кто какой из вопросов сегодня достоин послал я вас плохо слышу говорите чуть громче пожалуйста мне понравилась загадка загадка про рокировку и еще мне понравилось про 24 который сначала не понравилось я бы выбирал рокировка или 24 но о господине помещей я всегда вы знаете придерживаюсь нашей традиции в клубе вопрос придуманный самим телезрителем всегда более ценен чем вопрос цитаты поэтому я считаю я с вами соглашусь в отношении вопроса о рокировке у нас сегодня лучшим вопросом признается вопрос от аркадия корнобровкина из колуги вопрос в четвертой игре принимает участие команда шахматных знатоков бешеная ладья международный гроссмейстер александр мотылев международный гроссмейстер владимир белов международный гроссмейстер дмитрий яковенко и капитан команды евгений марголин против команды евгения марголина сегодня играют сектор рапид максим паташов москва сектор блиц дмитрий аргирийского саратов валерий купсон самара александр косинюк москва денис игнатьев троицк василий иванчук львов ярослав дермаков магнитогорск антон губанов санкт-петербург сектор зеро лидия томашевская саратов аркадий чернобровкин калуга ирина иванова кунгур ян непомнящий брянк московское время 19 часов 9 минут счет 0-0 и мы начинаем первый раунд ну что ж добрый вечер добрый вечер уважаемые знатоки добрый вечер господин марголин как ваше настроение скажите мне пожалуйста боевое спасибо боевое но вы как-то очень серьезно настроены я вижу по вашему лицу что вы прямо горите желанием прервать серию неудач команд на чес чгк это так ну хотелось бы как минимум в ничью сыграть как минимум в ничью но я думаю что вот второй раз такая же ситуация вряд ли повторится господин марголин все-таки в сборной фиде были определенные определенные основания для того чтобы это ничья состоялась ну а в вашем случае все просто если вы побеждаете становитесь главным претендентом на выход в суперфинал нашей осенней серии чес чгк расскажите пожалуйста немного а ну в следующем следующем раунде господин марголин против вас играет сектор калуга аркадий чернобровкин с вами сразиться в этом секторе разгадайте загадку первый четыре по три двадцать четыре по пять тридцать шесть по восемь вторая шестьдесят четыре по четырнадцать записали господин марголин надо сходить цифры чек я забыл забыли господин марголин ручку господин ну кто-нибудь в команде записывает вопрос а я записываю один модель of а вы записали внимание вопрос а что получается вместе так кто записал цифры на 3 двадцать четыре на пять тридцать шесть на восемь то есть как-то переумножить что-то по идее шахматами должно быть связано 64 на четырнадцать 64 на четырнадцать и второй так диагонали задачки с конями там сколько нужно ходов или вот или как какие бывают вообще 1 4 на 3 вот самое простое квадраты какие-то четыре коня или четыре слона да непонятно что дальше мне там очень много 64 на четырнадцать скажем по коротким а три на участке может быть это игры две сравненные почему в первом три варианта а во второй только один да 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 вторая и первый то есть там вопрос кое-что вместе получается кажется да что вместе получается это вместе да вместе и так уважаемые знатоки время и стекло господин марголин кто будет давать ответ на первый вопрос игры да конечно ну не самый простой вопрос вам первым волчок выбрал я согласен господин марголин но отвечать все же придется но пусть попробует митя яковенко ответить господин яковенко добрый вечер господин ведущий прошу повторить вопрос повторить вопрос итак загадка первый первый четыре по три двадцать четыре по пять тридцать шесть по восемь вторая вторая шестьдесят четыре по четырнадцать а что получается вместе но господин яковенко ответ какой то все таки давать нужно ну не знаю пусть будет интеллектуальная олимпиада олимпиада по интеллектуальным играм олимпиада по интеллектуальным играм ваш ответ понятен ваш ответ принят а теперь внимание правильный ответ ну на мой взгляд не самая простая загадка но давайте разбираться вместе действительно очень верный вопрос прозвучал а почему собственно шестьдесят четыре по четырнадцать только один вариант но все дело в том что с любой клетки напомню что их на шахматной носке 64 господин яковенко у ладьи будет четырнадцать возможных ходов у короля в зависимости от положения четыре угловых клетки по три возможных хода 24 боковые по пять или тридцать шесть центральных по восемь соответственно первая и вторая это король и ладья ну а в этой загадке господин чернобровкин хотел чтобы вы отгадали рокировку рокировка правильный ответ на первый вопрос счет 1-0 в пользу команды зрителей и и и и и и Продолжение следует...